На улице Гоголя в Новосибирске развернулась борьба за территорию. Жильцы соседних домов не могут поделить двор. Одни соседи огородили забором, другие решили его снести, вооружившись болгарками. В этом конфликте уже есть пострадавшие. Ольга Маховская выслушала мнение сторон. В центре затянувшегося конфликта не камень, забор преткновения. Одни огородились, другие требуют свободы. С болгарками в руках. Давай, давай! Борисовцы, загорали! Давайте, давайте, пилите! Пилите! Защитники забора сошлись с оппонентами в рукопашной. Почему это наше имущество и что с уважением? В итоге синяки и ушибы с обеих сторон. Любовь Николаевна чуть не лишилась пальца, задели пилой. Проблема в том, что своей собственностью этот участок считают жители обоих домов. В итоге одни против парковки соседей на их территории, другие возмущены тем, что, выходя из дома, практически носом утыкаются в забор и не могут гулять у себя во дворе. Председатель совета дома номер 31 показывает кадастровые схемы, согласно которым эта часть двора считается их общедомовой территорией. И они имеют право ее обозначить забором. Соседи в ответ заказали повторную экспертизу по уточнению границ. После уточнения границ, получается, что их территория увеличилась за счет нашей территории на 500 квадратных метров. 500 квадратных метров граница передвинута. Александр из 33-го дома. Один из тех, кто орудовал болгаркой. Сегодня спокойно объясняет. У них документы тоже есть. Но ждать, когда разберутся в ситуации чиновники и судьи, уже надоело. Значит, мы писали письма, все это дело откладывается. В общем, собрание жильцов мы это решили так сделать. Ситуация продолжает накаляться. И как защитить себя от соседей, похоже, не знает уже никто. Что же мы будем дальше? Насмерть, что ли, биться с ними? Самые разные инстанции разбираются, где же была допущена ошибка. Уже больше года. Но поставить точку в этом конфликте власти не торопятся. Говорят, ждут решения суда. Тем временем жильцы собираются подать новый иск о компенсации ущерба. Снесенный забор стоит почти полмиллиона. Ольга Маховская, Дмитрий Кабанов. Новости. Новосибирск. И сегодня в мэрии заявили, что в конфликте между собственниками они не могут занимать чью-либо сторону. Тем не менее, районные чиновники внесли предложение мэру о подготовке проекта межевания этого квартала.